маленький обзор обуви который мы сегодня купили диегору скажешь не кричал то сейчас опять нам ничего не даст снимать так в общем что мы купили как я уже говорила и гору мы купили такие вот 31 размер ему как раз сейчас на вырост я не беру потому что он запинается у нас уже были такие я их заказывала с интернет магазин с какого-то китайские там недорогие они чет дешевые были здесь они конечно дороже так название магазина я даже не знаю говорить не говорить скажет реклама в общем это не реклама это просто обзор того что мы купили мы были в магазине карри вот такие кроссовки очень вот такая у них была цена сейчас они стоят 999 со скидкой вот соли стоит 999 дальше лере 37 размер не было 36 взяли чуть-чуть побольше размерчик если был 36 мы конечно взяли 36 него не было в общем со шнурками не потеряет на велосипеде кататься так у них цена вот было 2 типа того стало вот 999 я конечно не знаю где они стоили ли тоже китайские они вообще если говорить ценами садовода то эта цена 500 рублей вот но у нас нет возможности сейчас мы больше будет не торгуем и не будем уже наверно раз ввели маркировку так и вот я себе взяла еще какие в москву ездить по рынку шманяться чтобы в туфлях ноги не вставали конечно для может в этих бы вставать потому что меня ноги очень сильно устают так сколько мы заплатили за все мы за все заплатили тысячу шесть рублей потому что у нас мы попали под акцию у них сейчас идет уже второй месяц акция берешь две пары третья бесплатно так как они все одинаковые то значит у нас две тысячи получается и одна пару нас бесплатная и плюс у меня на карте сбербанка были бонусы спасибо за полгода меня там накопилось девятьсот тридцать бонусов мы их списали очень мы заплатили тысячу шесть ну за тысячу три пары даже если так посчитаешь они вышли нам по 300 с небольшим очень на лето я считаю это хорошо дальше следующее что я хочу показать это вот продолжение разговора кто-то начал дешевая дорогая обувь вот смотрите вот у нас есть такие вот кроссовки это василиска носила василиса у меня очень аккуратного вносит у нее с подошвой ничего не случилось стельки у нее все нормально нестоптанное ничего это котофей не видно нет тут вот это котофей а вот внешний вид облицовка в общем они нифига не кожаные я их покупала два или три года назад и что-то стоили они около 1800 очень дорого но я ошиблась размером и они у меня лежали год вот такое с ними случилось два сезона вася носила она носила ту весну и осень как-то весну лето и осень вот так она носила зиму она их не носила естественно потому что зима нас холодная вот такая вот беда я даже не знаю если кому-то отдать это это уже но в принципе у дома то чего вот так вот не побегать вася не уже малы я выставлю конечно барахолки в одноклассниках если кому-то нужно будет то придут заберут естественно все бесплатно мы не продаем был уж не не одежду не обувь а вот снежанки от тоже сыплется с них все сейчас на вот пылесосить а снежанки вот такие вот нам пришлось купить потому что мы и покупали она тоже их взорвала предыдущие вот эти купили это помог к году было на коробке написано вот со стразиками такие они красивые ну китайский учет они нам обошлись 600 рублей что ли ну вот они доль они пережили свой века лучше чем котафеевские они не порвались они не отклеились стильки тоже не стоптались в общем вот их уже как бы и не стыдно кому-то подарить кто-то вот может у дома гулять деткам нам когда вот дарили маленьким мы тоже брали не считаю это зазорным взрослому человеку да там уже и нога сильно потеет и все не возьмешь чужое а ребенку дома бегать почему нет я их постирала левочка покажи что тебе еще в каре подарили за покупку нам еще кулончик подарили конечно предлагали там ювелирку ой надо открыть пакетики не снимется такой кулончик не знаю какой он серебренный не посеребренный металл какой цепи в общем дареному коню зубы не смотрит с хорошей нас покупкой далее с удачной что ты еще хочешь показать пряжу мы показывай показывали еще пряжу хочет показать вот мы еще пряжу взяли это мы конечно не покупали это я в своем магазине сейчас заехала мы взяли плюшку решила я снежки пока никого нет развязать кошечку потому что ей тоже хочется чтобы мама есть вязала игрушку своими руками очень будет у нас кошечка вязаная алира тоже что-то задумала жирафа задумала вот жираф то обычно с коричневым пятнам у нас будет розовый все потом покажем что свяжем всем привет у нас снова поездка в магазин в общем обзор купленного по быстренькому так подсолнечное масло мороженое детей пятеро поэтому пять штук мне вот такой пломбирчик папа свой уже съел здесь его уже нет он не отходя от магазина макарошки решили чему такие какие-то зерновые макфут посмотрим крупа собаки рис на кашу нам рис пропаренный на второе наконец-то появилась в адмирале овсяное печенье который у нас василиска любит снова его там не было по моему полторы недели очень такое печенье так вкусняшки баунти был пакетик его уже сейчас она раздала деткам там гуляют еще соседские так тут уже чуть-чуть осталось вот смесь которая не светофора из адмирала вот она похожая на тут но здесь уже и орешки и сухофруктики в общем все более-менее съедобные так и по цене что получается фокусируется мутно так в общем получается на 32 рубля 146 грамм понятно что дороже чем светофоровская еще они меня любят вот такой вот это лимоны вяленые тоже бегают их таскают степ и риски не злоупотребляем сладостями но иногда мы их угощаем кушают они у нас конфеты так колбаса наша любимая мраморная хлеб сметана топлёная сметана простая сметану мы на длины майонез я и яйца приправа для рыбы рыбы кстати мы не купили там пикши очень мелкая надо будет другом магазине посмотреть хмели-сунели любимую эту приправу творог на запеканку масло мы вот такое любим боговарова так соль помидорки они немножко подешевели были 205 стали 189 это азербайджан написано не знаю на самом деле они из азербайджана но более-менее съедобные помидорками пахнут перчик зеленый я люблю делать салат с яблоком с луком и зеленым перцем так чаппи чаппи это не собаки собаки мы варим кашу на вот таких вот костях мы берем кости говяжьи и тут немножко с мясом в общем варим ему кашу а чаппи это я сахакату пусику дело в том что здесь 100 грамм чуть-чуть побольше и сразу пакетик он его весь съедает крабовое мясо на салатик песок сахарный я подними пакетик один паш куриный готовый и вот картофель он там дешевый там уже 790 такие картошинки не очень крупные на нормальные вот не пророщенный не вялый нормальный картофель я считаю что хорошая цена на картофель вот такой обзор спрашивает насколько кто-то спрашивал насколько вы так закупились если по деньгам то это чуть больше двух тысяч а если насколько то ну как тут сказать мороженое понятно что это сейчас едят конфеты это на один день это не на неделю понятно да печенье это на два дня то есть вот один пакетик такой у нас день уходит они садятся например полный чудо с молоком все пакетика печенье его как такового уже нет ну крупы да понятно что может быть там дня на три на четыре яички яйца не заговорят яички ладно не буду буду говорить яйца яйца насколько ну когда как сейчас вот пасха что-то они опять стали яйца вареные просят пусть едят а так они спокойно к ним только если выпечку или еще куда или на яичницу утром с колбаской то ли да у нас лера любит колбаску яичницу ну все